Добрый вечер! На канале Бук-ТВ большие итоговые новости. В студии Ирина Кузьмич неделя позади, самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти 7 дней. В итогах недели самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Будем вместе разбираться в этих событиях, чтобы понять, что они значат для нас с вами. Смотрите в сегодняшней программе. Курс на ближайшую пятилетку. Приоритеты в работе промышленного сектора и экономики, развитии социальной сферы, о чем говорили участники одного из самых масштабных событий Всебелорусского народного собрания Лариса Смолович с главными тезисами большой дискуссии. Брестский обком профсоюза работников здравоохранения удвоил число выплат лучшим учащимся профильных учреждений образования. Анастасия Ноздрин-Плотницкая провела свою параллель и побывала на занятиях у будущих представителей медицинской семьи области. Образование как мотивация. Что приводит в белорусские вузы иностранных студентов? Какое понимание и какие приоритеты определяют их путь в Пушкинский университет? Людмила Логодич посмотрела на быт и образовательный процесс студентов-иностранцев. В первом материале программы «Итоги недели» событие, которое затронуло всех белорусов, независимо от возраста, пола и статуса. Шестое Всебелорусское народное собрание прошло в Минске. Это уже история. История, о которой будут говорить еще долго. Разбивая речь президента на цитаты, анализируя, сопоставляя, оценивая, Александр Лукашенко в первый день форума выступил с докладом, в котором говорил обо всем. От политики, экономики, стабильности до народного единства и любви к Родине. Один из важнейших документов, который обсуждали во Дворце Республики – программа социально-экономического развития Беларуси на ближайшие пять лет. Программа на пятилетие определена. Резолюцию делегаты приняли. Но об этом большинство белорусов уже знают, а потому в сегодняшнем материале мы расскажем о брещанах, которые приняли участие в форуме. Они выскажут свои аргументированные мнения, поделятся эмоциями и впечатлениями, настроем, с которым возвращаются в свои трудовые коллективы. Но будут и другие интервью, которые нашим корреспондентам удалось записать. Так сказать, эксклюзивно. 2700 делегатов со всех регионов Беларуси, 310 из Брестской области, 77 человек из Бреста, каждый со своим мнением, каждый со своей позицией. Некоторые уже встречались друг с другом на диалоговых площадках. Кто не знаком, уже здесь, во Дворце Республики, обсуждают, делятся мнениями, спорят и доказывают. Волнение присутствует у всех. На кону определение курса развития страны на ближайшее пятилетие. И вот открытие Народного форума, который проходит под слоганом «Единство, развитие, независимость». Важнейшее политическое и общественное событие этого года. Шестое Всебелорусское народное собрание открывает президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, подчеркнув, что здесь собрались те люди, кто ратуют за независимость, за свободу, за развитие своей страны. Собрались хозяева своей страны. Те люди, кого выбрал народ. Люди, которые будут озвучивать мнение миллионов белорусов. Вы законные представители народа Беларуси, трудовых коллективов, общественных организаций и так далее. Поэтому вы приехали сюда для того, чтобы решать проблемы. Даже не решать, а начинать решать. Это принципиально. Не надо ждать от нашего съезда решения глобальных проблем. Мы их, эти глобальные проблемы, обозначаем. Мы говорим о том, как будем развиваться в предстоящие как минимум пятилетия. А может удастся заглянуть и за горизонт. Поэтому, опять по-народному говоря, расслабьтесь, считайте, что вы дома, вы хозяева. Если вы хотите выступить, высказать свое слово, выходите к микрофону и говорите как хозяева. После стандартной процедуры утверждения президиума и повестки слово для доклада было предоставлено главе государства. Большое выступление, эмоциональное, тревожное и одновременно уверенно выверенное. Четырехчасовой доклад можно разделить на несколько блоков. Экономика, политика, военный блок, развитие отношений как с Востоком, так и с Западом, гуманитарная сфера. Александр Лукашенко подчеркнул. Как бы не менялся мир и не менялись мы, есть основы, которые позволяют нам оставаться в истории сильным и независимым государством. Это, прежде всего, культурное наследие, национальное самосознание, уклад жизни. На этом мы строили и будем строить свое будущее, облик которого на ближайшую пятилетку определит наше собрание. Главный ориентир – это ожидание, устремление возможностей развития современного человека. Ведь какие бы мы ни ставили цели, главным ресурсом в их достижении остаются люди, талантливые и трудолюбивые, преданные своей земле. На каждом из белорусов лежит ответственность за судьбу страны. И главное, у всех есть равные, благоприятные стартовые условия для того, чтобы стать успешным и менять жизнь в Беларуси к лучшему. В этом суть справедливости, запрос на которую в мире, как видим, только растет. В этом смысл нашей модели социально ориентированного государства, доказавшей свою жизнеспособность, невзирая на мировые санкции и политическое давление. Мы на пороге новых судьбоносных решений, и нам есть на что опереться в своем движении к новым целям. Народный форум Александр Лукашенко назвал форумом переломного периода, сравнив его с развалом Советского Союза. Но все-таки ситуация сегодня отличается. В стране есть стабильность, прежде всего экономическая. И эту стабильность необходимо сохранить, приумножив то, чего достигли за период суверенности – сохранить суверенитет. Не надо нас критиковать, что якобы сидим мы на двух стульях. В конечном итоге мы ставим цель обеспечить диверсификацию международных экономических, прежде всего, связей. Аксиома для любого государства. Стремимся к равновесию в региональной безопасности. Мы просто хотим сохранить свою политическую устойчивость. Этот курс, конечно, может кому-то не нравиться, как я говорил. Но именно так действует любое государство, которое хочет остаться на карте мира, суверенным, независимым. И мы не исключение. Мы не нахлебники. И не страна-сателлит, которая ждет с протянутой рукой субсидий и кредитов в обмен на отказ от собственного мнения и здравого смысла. Нам важны отношения с Евросоюзом, с которым у нас самая протяженная граница и высокая степень взаимозависимости экономического, социального, культурного и, наконец, политического характера. Не менее значимым вектором для нашей дипломатии являются страны так называемой «дальней дуги», где важное место занимает близкий, несмотря на географию, и дружественный нам Китай. При этом основным экономическим партнером и стратегическим союзником была и будет наша Россия. Она нам не чужая, потому что там живут не только наши люди и очень близкие россияне и, прежде всего, русский народ. Это наш народ, с которым мы жили долгие века и вместе, иногда спиной в спину, иногда плечом в плечо, стояли и боролись по одну сторону баррикад. И я не вижу весомых причин отказываться от подобной многовекторности. То, что потенциал договора о создании союзного государства не исчерпан, это еще раз подтвердил президент, что мы намерены продвигаться по направлению развития интеграционных процессов. Это выстроенная четкая институциональная система органов союзного государства, высшегосударственный совет союзного государства, парламентское собрание союза Беларуси и России, совет министров союзного государства, отраслевые органы нашего взаимодействия, совместные коллегии министерств, региональное сотрудничество, прямые региональные контакты у нас, соглашения заключены практически со всеми регионами по торгово-экономическому, научно-техническому, культурному взаимодействию. И наш президент всегда подчеркивал, что развитие сотрудничества с российскими регионами – это фундамент белорусско-российской интеграции. От общего к частному. На защите суверенитета любой страны стоит армия. Президент пообещал укреплять силовой блок. И опять же, взаимодействия с Россией в этом вопросе не избежать. Сегодня невозможно обеспечить мир в регионе самостоятельно. То, что мы нейтральное государство, поддерживаем нейтралитет, это прописано и в нашей конституции, но сегодня те глобальные процессы, которые происходят в мировом сообществе на территории европейского континента, говорят о том, что те риски и вызовы национальной безопасности, которые могут существовать со стороны в блоковоенной сферы, их трудно будет решать в одиночку. И, конечно же, наш главный партнер – это Российская Федерация. Более 10 лет существует региональная группировка войск, которая решает сегодня вопросы обеспечения военной безопасности со стороны национальной безопасности нашего государства. И те, скажем так, вопросы, которые сегодня обсуждались на Всебелорусском народном собрании, говорят о том, что это углубление будет дальше развиваться и способствовать обеспечению именно мира, стабильности и порядка на территории нашего государства. Об экономике. Здесь не должно быть никаких подводных течений. Развиваться необходимо эволюционно. Каждый регион, область, районный центр должен выработать свою стратегию развития. На местах все видится по-другому, поэтому руководителям нужно четко понимать, в каком направлении двигаться, что ставить во главу угла. Наша главная задача на следующую пятилетку – сохранить те темпы социально-экономического развития, которые были в предыдущие пять лет. Я думаю, что каждый брещанин согласится, что Брест очень сильно изменился и изменился в лучшую сторону. А более того, возможно, эти темпы еще и ускорить. Я считаю, что те программные документы, которые приняты сегодня на Всебелорусском собрании, абсолютно способствуют дальнейшему развитию нашего любимого города. Вперед делать его современным, красивым, европейским городом. Не сомневаюсь, что трудовые коллективы, что горожане абсолютно позитивно откликнутся на данное решение и сделать все возможное, чтобы подтвердить наше правило, что наш город Брест самый лучший и развивающийся. Эмоции абсолютно рабочие, потому что амбициозные планы, которые были заявлены, они так просто не реализуются. Это серьезный труд, это серьезнейшая аналитическая, организационная и непосредственная работа. И те параметры, которые мы поставили здесь на ближайшую пятилетку, они требуют полной самоотдачи и полной мобилизации ресурсов. Поэтому эмоции такие, трудиться, трудиться, еще раз трудиться. Было уделено внимание каждому региону, никто не был так обделен вниманием у нас. И мы вместе, конечно, с областными властями, в том числе с районными властями, такую работу провели. И вот сейчас, после удовреждения, после одобрения основных положений программы, мы доработаем, конечно, программу пятилетки. И вместе уже с регионами разработаем вот такие пятилетние программы развития каждого региона. Вот как раз там найдут отражение потенциал, потенциальные точки роста, те возможности, которые есть у каждого региона, у каждого района. Безусловно, они есть в каждом районе. Для этого мы вместе разработаем нормативный акт, где, кстати, президент, по-моему, вчера тоже об этом говорил, от потенциала каждого региона, в зависимости от потенциала, набор соответствующих льгот. Вот такой нормативный акт, мы сегодня над ним работаем. Я на свои вопросы получил о том, что у нас будет именно развитие идти по нескольким направлениям. Это города с численностью населения свыше 80 тысяч, это один из городов Республики Беларусь. Это малые, значит, районы и те районы, которые отстают по уровню развития, их порядка 30. Президент сегодня об этом тоже говорил. Поэтому, в принципе, подтвердил именно то, что и Минэкономики готовила целый проект документов, пул документов для того, чтобы именно поддерживать. Чем дальше от митрополии, чем сложнее, скажем так, регион, тем больше в нем преференции для инвестора и условий для работы вот именно в этих регионах. Если мы говорим про еще одно экономическое направление, то в первую очередь работа на местном сырье. То есть для Малагаринского района это достаточно серьезно. Почему? Потому что 45% занимает лес в Малагаринском районе. Есть месторождение мела, значит. Поэтому провод объясняет большая потенциал, потенциал есть, и в этот потенциал необходимо развивать. Эмоции есть, потому что невозможно было слушать эмоциональную речь президента и каким-то образом оставаться безучастным. Он дал направление или реперные точки, каким-то образом будет дальше развиваться у нас социальное направление, что это в первую очередь поддержка многодетным семьям, что это все можно будет прежде всего остановить. И в целом про государственное переустройство и информацию именно о политической ситуации в Беларуси. О здравоохранении. Александр Лукашенко подчеркнул, что неразваленная некогда медицинская система дала огромный шанс стране справляться с пандемией. Здравоохранение будет в приоритетном положении и в новом пятилетии. Это задача власти. Президент еще раз высказал слова благодарности всему медицинскому сообществу. Из его выступления я подчеркнул много нового. Ну а в принципе часть была известного. Это то, что в Беларуси будет на базе российской вакцины будет производиться вакцина. То есть в апреле месяце уже население все будет прививаться против ковид-инфекции. В Беларуси надо заниматься разработкой вакцин не только против ковид-инфекции, а работать на перспективу против тех опасностей, которые могут возникнуть в дальнейшем. Президент переживает за нашу страну, за ее будущее. Ну и вот всенародное собрание, это будет стартом, скажем, для дальнейшего развития нашей страны, для дальнейших перспектив, ну и каких-то нововведений. Активно в кулуарах обсуждали слова президента касаемо образования и учительства. Совершенствовать систему необходимо. Прежде всего, внедрять в учебный процесс новейшие технологии. Во-вторых, учитывая события прошлого года, серьезнее подойти к вопросам дистанционного обучения и к формату вступительной кампании. Президент подчеркнул, образование – это ступень к трудовой деятельности. К этому необходимо отнестись внимательно. Планы амбициозны, планы смелые. И для их реализации необходима подготовка высококвалифицированных кадров, которые будут соответствовать современным требованиям экономики. Наши вузы, Преста, Государственный технический университет и Государственный педагогический университет имени Пушкина, конечно, успешно реализуют эти задачи. Сейчас очень важно усилить связь между потребителями, между заказчиками кадров и между теми квалификациями, которые готовят вузы. Я, как представитель экономики, хочу подчеркнуть значимость подготовки для Брестского региона высококвалифицированных экономистов и взаимопроникновение различных сфер жизнедеятельности друг друга, связь экономики, связь науки, практики – все это должно быть отражением и в образовании. Нам необходимо применять современные методы образования, нам необходимо повышать IT-компетенции для различных специальностей, что в конечном итоге и позволит нам получить то, что мы хотим получить современных специалистов, молодых, смелых, которые смогут реализовать все эти планы. Конкретный деловой разговор, конструктивные предложения, доклад и выступление Александра Григорьевича – это для нас хороший, добрый посыл, который у нас есть за дел на будущее. Мы прекрасно понимаем, что страна строится, что у страны большие планы, что в стране уверенное будущее. И сегодня я видела единодушие, единогласие в нашем зале и видела, как реагировали все делегаты на те предложения, которые говорили выступающие. Очень хорошие были садокладчики, интересно построено, все говорили конкретно. И нужно отдать должное, что те предложения, которые будут, они, конечно, войдут в резолюцию, которую мы сегодня будем принимать. Эмоционально глава государства говорил о женщинах, о семье, о рождаемости. Его предложение матери, воспитывающей четырех детей, засчитывать эти годы в трудовой стаж, было встречено аплодисментами. Уважаемые делегаты, я также хотел бы предложить вам сегодня разработать программу «Многодетная Беларусь» и заложить в ее основу несколько следующих моментов. Первое – расширить границы использования семейного капитала. Второе – мама с тремя детьми – не домохозяйки. Труд матери должен оцениваться так же, как любой другой. Третье – мама четырех малышей заработала будущую пенсию. При рождении четвертого ребенка предоставить многодетной матери право на трудовую пенсию, даже у нее отсутствует стаж работы. Для меня, как и для женщины, конечно, очень важно, что наше государство остается и дальше социально направленным государством. Большое количество было обсуждено тем, связанных женщин, женщины, направленные на рождение детей, на увеличение нашего, самого главного состояния нашей страны, наших людей, и в нашем государстве, конечно, на многодетные семьи. Сегодня президент озвучил, что мамочка, которая родила четверо детей, заслуживает трудовую пенсию. Это на самом деле так. Большой труд вырастить ребенка, а самое главное – вырастить настоящего гражданина. Если такая защита нашего государства будет на этом уровне, то в наших семьях будут воспитываться хорошие, замечательные детки. Эмоциональный фон был неснижаемый, и актуальные вопросы, которые были затронуты, касались культуры, образования всех отраслей, фундаментальных отраслей, заставляют задуматься о том, что так, как было в предыдущей пятилетке, не будет. Мы не должны повторить опыт, который был, мы должны его приумножить и должны сделать из этого опыта дополнительные точки для роста. И здесь, конечно, определяется уже новый вектор. И обсуждаемый о новом референдуме, вектор о новой Конституции и о диалоговых площадках, которые стали, по сути дела, сегодня таким результатом для обсуждения всех вопросов. Невероятный эмоциональный фон, невероятный эмоциональный запал и уверенность в себе, для того, чтобы делать то, чем я занимаюсь. Не быть нигилистом, отрицая... Брать на себя ответственность, не бояться брать на себя ответственность, чего очень не хватает в последнее время, и верить в то, что ты делаешь, принимать на себя эту ответственность и, поверьте мне, все будет получаться. Молодежи строить будущее. Поэтому в большом докладе главы государства этой теме было уделено огромное внимание. Кстати, молодых людей на форум приехало достаточно много, и они свое мнение высказывали уверенно и четко. Молодежь задействована, молодежь принимает участие в таком мероприятии. Ну, это важно, дорогу молодежи, как говорится. А вообще это все очень волнительно лично для меня, ответственно, потому что я, как представитель молодежной среды, представляю интересы молодежи, активной молодежи Брещины. А у нас ее очень много. О заглавленных, обозначенных главой государства тем было достаточно много. Мы будем еще говорить об этом в других выпусках наших программ. Но закончим материал темой духовного просвещения народа. С этим призывом к собравшимся обратился митрополит Минский Изославский Вениамин, патриарший экзарх всея Беларуси. Очень важно, что мы сейчас стали больше и глубже говорить о духовности. И, в общем-то, это залог единства и дальнейшего развития, гармоничного развития общества. И духовные истоки, они ведь все определяют по большому счету. От настроения и человеческой души, от того, что человек переживает, соответственно, это сказывается и в его делах, поступках, отношениях к другим людям, к окружающей природе. Поэтому это важная составляющая, которая должна очень широко быть усилена. Программа обсуждалась на пять лет экономического развития нашей страны. Но радует то, что помимо экономического развития, вопросы обсуждаются как раз и воспитание подрастающего поколения, вопросы культуры, вопросы, как работают наши СМИ и многие другие моменты, которые так или иначе сказываются на состоянии души человека, определять его внутренний мир. И, соответственно, помогают или не помогают стать человеку лучше, добрее, совершеннее. Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич. Специально для программы «Итоги недели». В областном центре первой недели февраля отмечены минусовыми температурами и снегопадами. Послаблений в погодном плане не предвидится еще как минимум неделю. Такая новость для одних – радость, для других – определенные неудобства. Специалисты коммунальных служб, вооружившись необходимой техникой, ведут борьбу с капризами погоды. Вместе с тем работы прибавилось и медикам. Морозы не отступают, а вместе с этим растет количество пострадавших от них. Цифры статистики гололедных травм, которые горожане получают в результате падений, весьма существенные. В Брестской области за холодный период обратились за медицинской помощью без малого полторы тысячи человек. Подробнее о том, как проходит борьба со стихией, что делать, если удержаться на льду, не удалось, смотрите прямо сейчас. Такой зимы в областном центре давно не было. Сильные морозы, снежные метели – от этих атрибутов сезона обрещение уже успели отвыкнуть, и некоторых они застали врасплох. И хоть специалисты коммунальных служб ежедневно находятся на страже чистоты и порядка города, количество гололедных травм беспрерывно растет. Большую опасность представляют собой места, которые благополучно прикрыл пушистый снег. Как известно, там, где есть лед, да ушибы, растяжение или, чего хуже, перелома, рукой подать. Оступил, оступился, подвернул ногу. Подвернул ногу, растяжение связок, повреждение лодыжек. Упал на отставленную руку, сломал все предплечья, вывихнул плечо. Ударился затылком, черепно-мозговая травма. Дай бог, еще что-нибудь может быть потяжелее. Сейчас основная патология идет у нас, конечно, в конечности. Повреждение связочного аппарата, повреждение связочного аппарата коленного сустава, вывихи плеча, переломы шейки плеча, отрывы бугорков плеча, вывихи предплечья и лучезапясного сустава. Это, получается, сейчас основная патология. Если вы упали и ушибленное место не дает покоя, значит, не стоит откладывать с походом к врачу. Не стал долго ждать, терпеть боли брещанин Вячеслав Пеленок. После падения мужчина думал, что ушиб незначительный и все пройдет само собой. Но когда позже понял, что травмированное место продолжает беспокоить, сразу обратился к специалистам. Утром, когда выходил на службу, просто, скажем, обыкновенно поскользнулся на ступеньках. Упал, упал на руку. Естественно, не придал этому большого значения, как наверняка. Обыкновенный обыватель как-то срастется, наверняка все будет хорошо. Но после нескольких дней оказалось, что действительно, наверняка, проблемы какие-то есть. И обратился сюда. Скользкий лед не щадит никого. Потерять равновесие может каждые дети и люди трудоспособного возраста и старики. А потому внимательность и осторожность, как меры профилактики, еще никто не отменял. Но проблема может быть не только в том, что вы потеряли равновесие и упали. Зимняя погода способствует и переохлаждению организма, и иногда и обморожению различных частей тела. Причина может стать безобидной на первый взгляд вещи. Тесная и влажная одежда и обувь, физическое приутомление, голод, вынужденное, длительное, неподвижное и неудобное положение. Чтобы не допустить неприятных последствий, следует помнить несколько простых правил. «Обувь зимняя с хорошим протектором глубоким, который не скользит. Раз. Второе. Просторная одежда, в которой можно было бы, что называется, зимняя одежда. Если падаешь, то падаешь не мягкое. Два. Третье. Не торопиться идти в невыкновенных участках семенящим шагом. Для того, чтобы во время, когда случилось потерять равновесие на гололюде, успел сгруппироваться и среагировать, возможно, удержаться. И сгруппироваться, упасть на бок, а не упасть на взничьи. И чтобы для этого было абсолютно неожиданности для человека. Лучше, может быть, немножко куда-то опоздать, но зато потом не успеть на больничную культу. Избежать знакомой каждому сценарии – шел, поскользнулся, упал, очнулся, гипс – помогают специалисты коммунальных служб. Правда, если большинство городских аллей и тротуаров они успели очистить и обезвредить, то с придомовыми территориями ситуация не такая радужная. Особенно в частном секторе, где живут люди пожилого возраста. Если сил, чтобы расчистить от снега и наледи свой участок уже нет, на помощь приходят неравнодушные молодые люди. Ребята работают с энтузиазмом, с большой радостью они идут. Вооружившись, ну, только лопатами, вот как вы видите, и хорошим настроением. Цель данной акции – помочь тем, кто в этом нуждается. А ребята также получают массу положительных эмоций от того, что они помогают, делают хорошие дела. Ну, в данном случае расчищают снег. Акция будет проходить столько, и ребята будут работать столько, сколько будет в этом необходимость. Пока волонтеры средней школы номер 5 активно работали лопатами и старательно очищали каждый участок, на улицу к ребятам вышла пенсионерка Вера Васильевна. Свои 77 лет женщине содержать двор в чистоте и порядке уже непросто, а потому она с благодарностью принимает оказываемую ей помощь. Молодцы. Конечно, конечно. Уже хватит. Я им же говорю, там возле колодца не надо, может. Они все равно подбирают. Уборка снега – это помощь не только пенсионерам, но и коммунальным службам, которые сейчас работают в усиленном режиме. И чтобы справиться со сложившейся ситуацией, на помощь тем, кто в этом нуждается, может прийти и каждый из нас. Ведь благодаря внимательности к себе и другим мы сможем сделать этот мир чуточку лучше. Значение профессии медицинского работника всегда было велико. Но особенно остро потребность в высококвалифицированных кадрах ощутилась в период пика пандемии. Да, не просто пришлось каждому из тех, кому выпало трудиться в красной зоне. Но данная однажды клятва Гиппократа не давала шанса отступать назад. Все ради спасения людей. Между первой и второй волной коронавируса в стране достаточно успешно прошла вступительная кампания. И вузы медицинской направленности, и в профильные колледжи конкурс состоялся. На первый курс пришли мотивированные ребята, знающие, чего хотят и понимающие, к чему будут стремиться дальше. Поддержать талантливую молодежь решили профильные отраслевые профсоюзы Брещены. Они удвоили количество поощрительных выплат для тех, кто хорошо учится, а также активно участвует в общественной жизни учебного заведения. О новом решении и о тех, кто уже совсем скоро придет в качестве специалиста в медучреждение региона, наш следующий сюжет. Посвятить свою жизнь помощи людям. Такую цель ставят перед собой те, кто однажды переступил порог Брестского государственного медицинского колледжа. Такие юные, такие смышленые молодые люди с удовольствием открывают для себя мир такого важного ремесла. С самого детства я хотела посвятить свою жизнь медицине, потому что считаю это очень полезной для общества деятельностью. И все родители, мои родственники, друзья поддерживали меня в этом выборе. И в принципе я очень довольна, что я сюда поступила, потому что это очень увлекательно, это очень интересно. Сейчас у нас проходит практика в больницах, это очень хороший опыт мы набираем. Это очень интересно, мы прям очень рады, потому что действительно не зря мы сюда пошли. Латинский и химия, анатомия, биология – основа медицинского ухода. Перечень учебных дисциплин достаточно широк, как широк и выбор профилей, в рамках которых после могут распределиться юноши и девушки. Наш колледж готовит специалистов по двум специальностям. Сестринское дело, квалификация «Медицинская сестра», срок обучения – 1 год 10 месяцев. И лечебное дело, квалификация «Фельдшер-акушер», помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи. Срок обучения – 2 года 10 месяцев. Прием проводится на основе общего среднего образования. В 2021 году формой вступительных испытаний будет являться конкурс среднего балла документа об образовании. Сегодня в учреждении образования получают знания около 650 учащихся. Учебная база укомплектована всем необходимым. Все актуальные образовательные комплексы сегодня размещены по кабинетам согласно разделам медицины. Интерактив плюс наглядность и доступность знаний – что еще нужно для высокого результата. Очень интересно учителя преподают, потому что у нас некоторые учителя по совместительству врачи, и они вкладывают в нас свой этот опыт, очень интересно подробно рассказывают, возможно какие-то истории с своей работой нам преподносят. Очень интересно. Учить тоже очень нравится. Даже вот сидеть, постоянно учить, потом рассказывать, получать оценки за это. Очень нравится. Немалое внимание в медицинском колледже уделяется развитию общественной инициативы, поддержанию здорового образа жизни. И этой возможностью ребята с удовольствием пользуются. В спортивном зале или на лыжной трассе время занятий всегда расписано. В целом условия для того, чтобы заявить о себе и о своих способностях, достаточно полные и всеобъемлющие. А значит, шансы быть замеченным есть у каждого. Понимая это, Брестский областной профсоюз работников здравоохранения удвоил число выплат лучшим учащимся. Так как колледжи в регионе два, то в каждом теперь свою финансовую поддержку смогут получить по 10 учащихся. Всего 20 ребят. Сертификаты на поощрение в ближайшие дни будут переданы в учреждения. Мы увеличиваем до 10 человек в каждом медицинском колледже. Но цель какая? Что мы хотим? Мы хотим, чтобы ребята, которые занимают активную жизненную позицию, хорошо занимаются, принимают участие в научно-практической деятельности, чтобы они могли получить вознаграждение, в том числе и от нас, в размере 120 рублей. Смысл большой, потому что завтра они станут выпускниками наших учебных заведений, попадут в коллективы трудовые. И естественно, что на молодых специалистов обращается внимание, а это мы видим по результатам анкетирования, которое проводим. Это, как правило, ребята, которые занимаются спортом, которые имеют музыкальное, скажем, образование, пишут стихи, потому что мы издавали в свое время книги. То есть это тот актив, который может оказать очень хорошую помощь коллективам в дальнейшем развитии своей деятельности. И, естественно, выполнение тех производственных заданий, которые доводятся организациям здравоохранения. Программы поддержки одаренных учащихся в областном профсоюзном движении существуют давно. Кроме регионального уровня, дополнительно выделяются средства из Республиканского фонда. Все для того, чтобы инициативные ребята медицинских колледжей были замечены, а после получили свои преференции при распределении и трудоустройстве. Нередко обдумывая свои планы на будущее, выпускники школ, гимназий и лицеев нашей страны мечтают об образовании за границей. А между тем, из года в год в институты и университеты Беларуси приезжает все больше студентов-иностранцев. И в нашем городе такая практика закрепилась давно. Конечно, большинство из приехавших получает белорусский диплом выходцы из стран бывшего Советского Союза. Однако есть и те, кто ради нашего образования готов лететь за тысячи километров. Например, граждане Поднебесной. На данный момент в Брестском государственном университете имени Пушкина обучается немало тех, кто считает, что в стенах этого учреждения готовят высококвалифицированных специалистов. Как проходит адаптация иностранцев к местным условиям жизни и насколько высоко ценится на их родине белорусский диплом, об этом узнаем из сюжета Людмила Логодич. Я сказала, что мне приятно учиться в Бресте и я люблю город Брест. Знакомьтесь, это любовь и доброта. Нет, не в широком смысле этого слова, просто именно так с туркменского переводятся имена этих девушек – Мухаббат и Сахаббат. Две сестры приехали в Беларусь в разное время, чтобы стать студентками Брестского государственного университета имени Пушкина. Обе учатся на биологическом факультете по специализации генетика. Сахаббат уже на четвертом курсе, и в ее группе всего три студента иностранца, остальные – белорусы. Но несмотря на разницу менталитетов, девушка с первого дня чувствовала поддержку и понимание с их стороны. Они нас приняли как свои подруги, свои друзья, мы все научили, показали. В лабораторных работах тоже немножко трудности были. И наши одногруппники, все они замечательные, они показали все. Мы уезжаем только на летних каникулах домой, и там будем два месяца или месяц там будем, и обратно на учебу возвращаемся. Скучаете по дому? Да, скучаем. Дому, родину, родителях тоже скучаем. Ну, каждый день пообщаемся и созвонимся с родителями. Однако, несмотря на тоску по родине и родителям, сестрам все-таки нравится учиться в Бресте. Город красивый и спокойный, а в студенческом общежитии всегда можно вместе готовиться к занятиям и весело проводить свободное время. Мухаббат учится на втором курсе, и поступать ей было уже не так страшно, ведь ее в Бресте ждала сестра, которая помогала во всем. А вот погода оказалась настоящим сюрпризом. Климат в Туркмении будет помягче. В нашей стране тепло. Тут нам немножко холодно, тут уже больше снега, больше холода, поэтому с этой стороны нам немножко трудновато, но мы уже привыкли, одеваемся по погоде. У нас тут понравилась ваша кухня. Мы попробовали ваши национальные блюда, драники, и готовили сами. У нас бывают праздники, мы вместе готовим и угощаем всех, и белорусов, и наших студентов. Ну, а не пожалела о том, что сюда приехала? Нет, никак не пожалела. У меня учиться в Беларуси была моя мечта, и моя мечта исполнилась вот. У Ягмура было точно такое же желание – получить высшее образование и непременно в Беларуси. Юноша рассказал об этом знакомый, который и посоветовал. Поступай, не пожалеешь. Русский язык парень знал с детства, удовлетворила и стоимость обучения. За такое качество знаний платить не жалко. Теперь Ягмур – студент четвертого курса, и вместе с Ахабад работают надкурсовой по исследованию мушек дрозофил. Белорусское образование у нас на родине ценится. Ребята, которые отучились и возвращаются туда, на родину, подтверждают дипломы и неплохо подтверждают. Я буду биологом, генетиком. Я могу работать в школе, в какой-нибудь лаборатории, в экспертизе, например. По прошествии трех лет прибытия в Беларуси, в городе Брест, я не жалею о своем выборе и буду советовать своим друзьям и знакомым приезжать сюда. Иностранных студентов в Брестских вузах с каждым годом все больше. Если более десяти лет назад это были единичные случаи, то на данный момент только на одном биологическом факультете образование получает более 150 человек. К нам приходят студенты с разным уровнем подготовки, иностранные студенты с разным уровнем подготовки. Есть очень много мотивированных студентов, которые очень активно поглощают, впитывают, даваиваемые им знания. И очень хорошо учатся. Некоторые иностранные студенты учатся даже лучше белорусских студентов. Ну, мотивация у них, конечно же, разная, и очень большой сложностью является языковой барьер. Все-таки он присутствует. Есть студенты, которые очень хорошо обучаются, очень хорошо знают русский язык. Есть те, которым трудно дается. Естественно, необходимо, чтобы они язык активно подтягивали, поэтому для них дополнительно организуются занятия, отдельно программы, курс русского языка. Несмотря на то, что некоторым студентам требуется дополнительная подготовка по русскому языку, требования по основным предметам такие же, как и для остальных ребят. Получив наш диплом, иностранные студенты уезжают к себе на родину и вынуждены подтверждать свои дипломы. И, что очень радостно, они 100% подтверждают свои дипломы. Это в связи с тем, что получают качественное образование. У них в голове остается очень много информации, которую мы им даем. И наше образование для них востребовано. Многие из них устраиваются по специальности. Мы точно знаем, что очень много устраивается именно учителями и транслируют полученные знания своему молодому поколению. Конечно, каждый из этих ребят-иностранцев скучает по родине и близким. Но оставаться в областном центре и получать знания здесь, в Беларуси, для них большая мотивация. Ведь по возвращении на родину с белорусским дипломом, перед ними откроются новые возможности для трудоустройства. Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои, свои события, какими их увидели корреспонденты БУК-ТВ. Жизнь всегда проще, когда понимаешь, как и что происходит. Ну а мне остается только добавить. Это было ваше телевидение БУК-ТВ. Подведем итоги ровно через неделю. До встречи. И, как всегда, желаю, чтобы новости в ваших домах были только добрыми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин